Всем приветики! Муж подарил мне вот такой вот подарок. Сказал, это сумочка, в которой есть еще большая сумка. Знаете, когда я положила свой огромнейший рюкзак, там столько она заняла места. Правда, ну вот она, смотрите. Вот она. Вот это она все занимает. Вот я, знаете, не понимаю, нафига делать такие огромные сумки? Там, когда тканевую сумочку можно сложить, там аккуратно. Ну, не знаю, может она, конечно, не аккуратно там сложена, даже не знаю. Но сама, кстати, вот эта вот маленькая сумочка очень прикольная. Ее можно использовать как косметичка такая. Ее можно, мне кажется, даже вот этой вот штучкой отвязать, ну, отскрепить, да, и прикрепить куда-то к другой сумке. С вами я хочу посмотреть, что там внутри, как это сложено. Так вот она выглядит. Ну, я уже вижу, что здесь сложено все ужасно как. Ага, она подсоединяется. Прошита там не пойми как. Маленькая, а в ней вот большая, огромная сумка такая. Кстати, сумка добротная, такая хорошая. Мне, честно говоря, такая, наверное, не нужна. У меня уже ее забронировала мама. Вот, кстати, здесь есть ремешок, наверное, чтобы на плечи одевать. У меня есть еще такой, кстати, вот такая вот молния. Когда я тут закрыта молния, тут лучше всего вот тут вот-вот порвить. Потому что один раз я так сломала замок. Оп. Все. И теперь назад. Не знаю, это лишняя вещь, честно говоря, для меня. Не люблю такие вот вещи, которые не нужны. Для меня это не нужная вещь. Честно. Не нужная. Мне она не нужна. Не знаю, зачем мне ее муж подарил. Зато, конечно, на дачу с ней ездить. Она столько места занимает. Какая-то. И такой еще цвет какой-то бабулькина. Еще, если бы она была цветными цветочками, еще бы ладно. Я бы как-то это поняла. Вот такой вот. Ну, прям, кстати, тяжеленькая такая довольно. Наверное, добротная, хорошая. Возить в ней, может быть. Ну, да, с дачи. Что-нибудь возить. Всякие картошки, все такое. Но у меня сумка для дачи есть. Такая очень, ну, такая как джинсовая. Такая очень плотная. Я уже показывала ее. Поэтому эту сумку я отдам маме. Она что-то там будет в ней перевозить. Что-то там это. Не покупайте, не дарите никогда ненужных вещей. Не надо дарить ненужных вещей. Вам кажется, что человеку это надо. А на самом деле человеку это не надо. Вот эта вот косметичка, ну, такая прикольная, конечно. Косметичка у меня, кстати, есть тоже. Полно косметичек. Поэтому она мне тоже не нужна. Не знаю. Куда-нибудь ее приспособлю. Куда-нибудь ее можно подвесить. Положить в нее, например, разные конфеты. И подвесить ее где-нибудь в коридоре. Когда выходишь, у нее там залазишь рукой, например. И заставишь конфеты или что-нибудь. Ну, не знаю. Ладно. Может быть, я для нее что-нибудь и найду. Посмотрим. Напишите в комментариях, как вам такой вот необычный бабулькин подарок. Вроде не такая старая еще. Ну, блин. Ну и такая, знаете, огромная сумка. Я стараюсь сейчас все носить в рюкзаке. Это очень удобно. А сумки, если я беру, то маленькие. Чтобы много не набирать. Сколько вот поместила сумку, столько унесла. Потому что для спины это, честно говоря, ужасно. Не знаю, зачем мне муж подарил. Видимо, чтобы я все продукты из магазина таскала сама на себе. А он отдыхал. Наверное, для этого. Не знаю. Напишите в комментариях, как считаете вы. Мне очень интересно ваше мнение. Да, давайте, кстати, ее попробуем, может быть, сложить аккуратно. Может быть, ее просто распаковать. Но она реально тяжеленькая. Она тяжеленькая. Ну, видимо, она прям такая добротная. Ну, не знаю. Все равно, мне кажется. Нет, она все равно складывается. Хоть и сложно. Она займет очень много места в рюкзаке. Блин, зачем? Ладно, всем пока. С вами был канал ArtMoney. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно лайк. Подписывайтесь, комментарии пишите. И всем пока-пока. Пока.